здравствуйте дорогие мои с вами виктория андерсон и я записываю это видео для вас по вашим многочисленным вопросам и просьбам видео для тех кто сейчас пытается переправить с мест войны своих родных близких друзей и родственников информация такая многие задают задают один и вопрос нужно ли приглашение не от приглашения никому сейчас не нужно касательно паспорта вам нужен для вас нужен украинский паспорт прежде всего для того чтобы пройти все пограничные пункты в самом в самой украине до очень много таких checkpoints где проверяют паспорта документы чтобы понимал пограничник куда вы едете и кто вы такое это нужно касательно биометрического паспорта у меня одна женщина была машине из харькова у нее не было биометрического паспорта она спокойно совершенно с нами проехала и въехала в данию и в дании ей уже сделают этот биометрический паспорт но говорят что сейчас какие-то изменения происходят буквально каждый день еще такой нюанс одну женщину мы везли из будапешта даже не из будапешта а с чопа то есть мы переезжали украинскую границу чоп на венгерскую сторону у нее не было даже не только паспорт не биометрического паспорта у нее не было просто даже паспорта но не было вот такая айди какая-то карточка была с фотографией все она должна была просто-напросто сделать отпечатки своих пальцев и и и также благополучно пропустили но это было на прошлой неделе это было в пятницу опять же проверьте достоверна ли эта информация на сегодняшний день сегодня у нас уже среда многие задают вопрос что делать если мы едем на машинах как быть со страховкой как быть какой-то там зеленой картой и и чем платить за платные дороги если нет денег дорогие мои все платные дороги сейчас бесплатны все шлагбаумы подняты вверх и вы совершенно спокойно бесплатно проезжаете какую-либо часть страны и въезжаете в другую страну спокойно без оплаты еще весь транспорт общественный поезда автобусы все сейчас тоже предоставляется людьми убегающих с войны бесплатно вас должны покормить вам должны дать теплую одежду сменную одежду потому что многие бегут просто в том в чем они выбежали до из дому не волнуйтесь вас переоденут переобуют покормят и предоставят ночлег бесплатно опять же дорогие мои предупредите своих родных и близких если кто-то будет подходить и советовать остаться там-то и там-то за какую-то оплату это мошенники будьте добры и бдительны что еще совет такой если вы садитесь какой-то микроавтобус вот например мы ездим через организацию которая нам дала микроавтобус бесплатно естественно у нас нет никаких-то там бумаг права паспорт на эту машину и мы повесили такую табличку организации от которой мы ездим все если вы будете садиться в такой микроавтобус не стесняйтесь попросите или спросите можно ли сделать фотографию водителя машины номер запечатлеть до или просите паспорт водителя к примеру если вы зададите этот вопрос мне мне терять нечего я совершенно открыто ко всему я не боюсь я нормальный человек естественно я всегда позволю себя сфотографировать и также номер этой машины и отправлять этот скриншот своим мужчинам которые остались на территории украины в этом ничего такого задорного нет так что все должно быть сейчас для вас бесплатно но а те которые находятся в европе и ожидают своих родных я бы вам советовала обязательно обратиться в какие-то официальные организации если это дания то это может быть коммуна или это может быть азюль центр то есть организация для беженцев или же в полицию позвоните и узнайте каким образом все это можно сделать правильно чтобы вы не брали к себе людей которые ехали пятеро суток а некоторые еще и с начала войны как-то перебежками добираются эти люди очень уставшие они психологически травмированы им нужна профессиональная помощь и нужен покой и уверенность завтрашнем дне поэтому делайте это все как я вам советую через какие-то профессиональные организации ну и дорогие мои верим во все самое лучшее светлое в доброе и мы все за мир всех вам благ с вами была любящая вас виктория надеюсь вам эта информация хоть чуточку но поможет до новых встреч пока